Уважаемые зрители, сегодня наша страна, потеряла одного из своих ярчайших талантов. В это трудное время с горькими вестями, мы обращаемся к вам с печальным сердцем. 2024 год, оказался испытанием, который снова и снова проверяет нашу выносливость и силу духа. Сегодняшний день принес тяжелую утрату, скончался народный артист РСФСР, президент Московского академического театра сатиры, Александр Ширвин. В возрасте 90 лет он покинул этот мир, оставив после себя неизгладимый след в истории российской культуры. Страшное известие об уходе из жизни великого артиста, принес художественный руководитель театра сатиры, Сергей Газаров. Подтвердив факт ухода, он поделился словами сына Александра, Михаила, о смерти отца. Это был удар, который потряс всю театральную общину. Последние моменты в больнице вспоминаются как время, проведенное в ожидании неопределенности. Печальное известие пришло неожиданно, оставив в сердцах близких и поклонников, большое пустое место. Александр Ширвин был не просто талантливым актером, он был олицетворением старой школы, символом высокого мастерства и преданности искусству. Его образы, его голос, его талант останутся в наших сердцах и в памяти поколений. За годы творчества и служения искусству, Ширвин стал легендой. Его роли в культовых фильмах, таких как «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Вокзал для двоих», «Забытая мелодия для флейты», навсегда вошли в золотой фон советского кинематографа. Поднимаясь на пьедестал славы, Ширвин оставался человеком скромным и добрым. Он привносил юмор и тепло в жизни многих людей, его обаяние и талант не могли оставить равнодушными. Сейчас в социальных сетях уже звучат слова соболезнования, родным и близким артиста. Его потеря ощутима для всей страны, и мы с грустью простимся с этим великим человеком, но его творчество и его дух будут жить, вечно в наших сердцах. Александр Анатольевич Ширвин – имя, которое будет вспоминаться с благоговением и уважением. Пусть земля ему будет пухом, и пусть его светлая память останется с нами навсегда. Александр Ширвин также широко известен, благодаря своим ролям в театре. Он был президентом Московского академического театра «Сатиры», где создал множество незабываемых образов, и прославился своим выдающимся актерским мастерством. Народный артист РСФСР Александр Анатольевич Ширвин оставил неизгладимый след в истории отечественной культуры. Его творчество воплощало лучшие традиции и ценности советской эпохи, а его обаяние и талант завоевали сердца миллионов зрителей. Сегодня Россия потеряла одного из своих самых выдающихся артистов, чье имя останется в памяти и сердцах поклонников на долгие годы. Александр Ширвин останется в наших сердцах, как яркая звезда советского и российского искусства, чье творчество будет вдохновлять и волновать нас и будущие поколения. Выражаем искреннее соболезнование семье и близким Александра Анатольевича. Пусть его яркий светлый образ навсегда останется с нами, и его талант и доброта будут вечно жить в наших сердцах. Александр Ширвин был многогранным артистом, чье творчество оставило неизгладимый след как в кинематографе, так и на телевидении. Его обаяние, талант и харизма делали его персонажей неповторимыми, запоминающимися. Фильм «Трое в лодке», не считая собаки, стал одним из ярких проектов в его кинокарьере. Вместе с Андреем Мироновым и Михаилом Державиным, они создали неповторимую атмосферу и стали любимыми героями для многих зрителей. В комедии «Самая обаятельная и привлекательная Ширвин» сыграл роль, которая показала его талант и чувство юмора. Его персонаж был ярким и запоминающимся, добавляя свою изюминку в эту замечательную картину. На телевидении Ширвинд также оставил свой яркий след. Программы «Театральные встречи», «Терем Теремок» и «Утренняя почта» с его участием были популярны и любимы зрителями. А в 2013 году его творческий дуэт с Михаилом Державиным оживил передачу «Хочу знать». Ширвинд также проявил себя как талантливый актер дубляжа, озвучивая таких персонажей, как Чеширский кот из «Алисы в стране чудес». Его голос добавил уникальности и загадочности этому персонажу. Артист оставил свой след и в современности, принимая участие в программе «Вечерний Ургант» с новой постановкой «Никогда не поздно» и становясь гостем «Линии жизни», где он снова смог поделиться своими историями и чувством юмора. Александр Ширвинд был не только выдающимся артистом, но и человеком с большой душой и теплым отношением к жизни. Его творчество и вклад в культуру останутся навсегда, в памяти и сердцах его поклонников. Последние моменты жизни Александра Ширвинда были наполнены творчеством, юмором и теплом. Прибывая на даче у сына, актер продолжал заниматься любимыми делами, в том числе и созданием коротких роликов, которые радовали его поклонников в социальных сетях. В одном из последних видео он с искрометным юмором рассказывал о своем друге-фотографе, при этом не теряя своей характерной энергии и душевности. Хотя время не щадило здоровья актера, его неподдельный оптимизм и бодрость были заметны, даже в самых последних кадрах. Возрастные проблемы и осипший голос не смогли сломить его духа. В последних шутках и анекдотах Александр Ширвинд продолжал дарить своим зрителям радость и улыбки, несмотря на трудности. Александр Ширвинд останется в памяти многих, как одна из самых выдающихся личностей советской эпохи, чья творческая и культурная значимость была велика. Его жизнерадостность, талант и неподдельный человеческий теплота оставят незабываемый след в сердцах миллионов поклонников по всему миру. Александр Ширвинд, знаменитый актер и талантливый педагог, всегда отличался не только своим творческим мастерством, но и активной общественной деятельностью. После окончания театрального училища он не только стал выдающимся артистом, но и был приглашен вернуться в альмаматер в качестве педагога. Его занятия стали настоящим событием для многих студентов, которые становились известными актерами и актрисами благодаря его наставничеству. Будучи ярким представителем российской культуры, Ширвинд также принимал активное участие в общественной жизни. Вместе с другими деятелями культуры и науки, он выступал с призывами к прекращению военных действий в Чечне и началу мирных переговоров. Хотя актер не был политически активным, в 2018 году его имя было связано с выборами в мэры Москвы, когда он был зарегистрирован в качестве доверенного лица кандидата, в мэра Сергея Собянина. В последние годы жизни Ширвинд продолжал поддерживать связь с публикой через социальные, все плюсти и медийные выступления. Несмотря на возрастные трудности и проблемы со здоровьем, он оставался оптимистом и радовал своих поклонников яркими искрометными шутками. Новый 2024 год для Ширвинда начался в госпитале, где он провел последние дни своей жизни. Актер признавался, что проблемы со здоровьем были неизбежными с возрастом, но благодарил сотрудников лечебного учреждения за их заботу и поддержку. 15 марта 2024 года стал днем, когда ушел из жизни великий артист, ему было 90 лет. Предварительно, причиной смерти были названы проблемы с сердцем, за которыми он наблюдал уже несколько лет. Таким образом мир, потерял одного из своих ярчайших представителей, чье творчество и деятельность останутся навсегда, в памяти и сердцах поклонников.